МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка, посвященная 180-летнему юбилею генерала Скобелева, открылась в художественном музее полководец Суворову Равной. Именно так вошел наш великий земляк в историю. Продлится экспозиция до 12 ноября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великий военачальник и стратег Михаил Скобелев пользовался невероятной популярностью в войсках. Хотя его жизненный путь закончился рано, в 38 лет, свои военные таланты он проявил в полной мере. Освободитель Болгарии от многовекового турецкого ига, участник битвы на Шипкинском перевале, взятие плевны, ахалтикинской экспедиции, которая привела к установлению мира в закаспийских владениях Российской империи. Работы, которые так или иначе отражают время полководца, людей, которые его окружали, пейзажи, которые он видел. Мы представляем время, эпоху. И действительно, когда проходишь по этим залам, представлено более полусотни произведений искусства, подлинных, естественно, то ощущаешь вот ту атмосферу, которая окружала тогдашних людей, те политические моменты, с которыми сталкивались в том числе и генерал Скобелев, его участие в срезнеазиатских походах, в балканских войнах, его роль. Ярчайшим экспонатом выставки специалисты единогласно называют полотно художника-баталиста Евстафия Кацебу, генерал Скобелев в бою сражения при Куартане, посвященное деду Михаила Дмитриевича. И впервые представленное после реставрации этот шедевр долгие десятилетия хранился в фондах Рязанского Кремля. Если вот так углубиться в историю, вообще создание этой картины, тот же вот Александр Евстафьевич, он получил заказ на несколько подобных картин, в числе которых это значилось, это примерно 1870 год был. Вот поручили ему, по-моему, пять полотен написать, он написал в итоге три, в том числе и этот. И самое главное, что интересно потом было, что в каталоге живописного Эрмитажа государства за 2017 год значилось, что местонахождение картины неизвестно. В 2019 году доктор искусствоведческих наук сотрудник Эрмитажа Дмитрий Люгин приезжал в Рязань, увидел картину и оценил ее по достоинству, что и стало толчком для последующей реставрации. Более полусотни произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XIX века из фондов, а также для посетителей представлены листы из альбомов-литографии «Туркестан» и «Горная бухара», созданных в первой половине XX века крупнейшим художником эпохи модерна Павлом Кузнецовым. И картина Полидора Бабаева «Умирающий солдат» передает спасенное им знамя товарищу. Последнее по времени создание, к тому же единственное в фондах музея непосредственно изображающая полководца, бронзовая скульптура генерал Скобелев 2011 года Николая Иванова. Выставка будет работать до ноября этого года. До 23 октября работает выставка «Узорычи» в галерее Виктора Иванова. Четыре рязанских художницы – керамика, живопись, вышивка и графика – в одном пространстве. Объединяет их любовь к фольклору и народному творчеству. Обилие декора, живописность, сложность композиции и техники исполнения. Рязанский фольклор и архаичные образы – как источник вдохновения. В этих работах для этой выставки я в основном использовала технику флиндровки. Это моя трансформация традиционной техники флиндровки. И я обжигала свои работы восстановительной печи. И там получаются очень интересные эффекты. И потом вот это вот какое-то детское еще мое восприятие, воспоминание об этом калейдоскопе. И мне захотелось вот такой вот «Узорычи» сделать в своих работах. Скатерти, салфетки и столешники, выполненные в традиционных рязанских техниках, тоже могут стать произведением искусства. Ирина Рифель выполняет свои работы полностью вручную. Ни одного машинного шва или стежка. При этом автор сохраняет богатейшие традиции народного искусства и дает им новую жизнь в своих вариантах вышивки. Все наши работы основываются на традициях Рязани. Работаем очень много с первоисточниками. У каждой уже давным-давно значительная коллекция собралась, в которой отражается рязанский. Именно рязанский традиционный, подлинный колорит. Все придумано до нас. Все то, что новое сейчас изобретается, это все равно основа нашей истории. Поэтому, так и говорят, кто не знает прошлого, не имеет будущего. Идея, единой для четырех авторов выставки, родилась у Елены Фроловой вместе с рождением галерей народных образов. Серия «Секиринские женщины. Рассказ о жизни. Невеста, мать, старушка». И в этом осмыслении вся мудрость веков. После посещения театра «Предел» и их спектакля «Скабинный красный угол». Меня вдохновила вот так эта тема, потому что, естественно, я видела эти образы, костюмы и раньше в музеях. Но когда они зажили на сцене, вот тогда представилась действительно вот жизнь женщины. Представлены здесь и пейзажи с ажурными архитектурными деталями, и натюрморты со старинными предметами быта, которые, к слову, интересуют и вдохновляют еще одного автора – Сусанну Ханаян. 13 графических работ, которые, объединенных темой деревни, гармонично вписались в общее полотно этой экспозиции. Работать выставку будет недолго – до 23 октября. Спешите окунуться в волшебный мир народных мотивов. А вот спектакль «Баба Шанель» еще долго будет радовать вас. Новая комедия на сцене театра драмы. Встречайте! Участницы хорового коллектива «Народные песни» на Ите после юбилейного концерта решили устроить застолье и вспомнить облом. Женщины еще не подозревают, что с этого дня их привычная жизнь изменится навсегда. Руководитель коллектива Сергей Сергеевич во время душевных разговоров делится с ними неожиданной новостью – вскоре в хоровой коллектив вольется новая кровь. Женщины не готовы к переменам и решают бороться за сохранение старых устоев. «Баба Шанель» – это пьеса о коллективе, скажем так, очень опытных артистов. Пусть они там в пьесе любители, но у нас это опытные профессионалы. И, наконец-то, рязанский зритель увидит очень многих артисток, которых он давно не видел на сцене. И я думаю, что многие будут очень рады повстречаться вновь с этими замечательными артистками Рязанского театра драмы. Актрисы прекрасно справились со своими ролями и создали весьма колоритных персонажей, которые с особой простотой и неким юмором рассуждают о смерти и одинокой старости. Спектакль, мне кажется, он заставляет задуматься просто о жизни. Это какие-то наши рассуждения и о человеческом общении, и о коммуникации какой-то постоянной. И тема, мне кажется, жизни и смерти в нем поднимается. И, на мой взгляд, вообще эта пьеса, она заставляет задуматься о том, что в жизни все настолько скоротечно и настолько все быстро пролетает, что, как говорит одна из героинь, мало поводов для счастья, мало праздников. Нужно успевать праздновать, радоваться, веселиться, петь. Скорее всего, уходя со спектакля, каждый зритель на минутку дозадумается о том, а успевает ли он сам жить и радоваться. А также о том, что же в этой самой жизни главное. А главное – это любовь и взаимопонимание, которые царили и на репетициях, по признанию Арсения, и которые чувствуются в работе каждого участника спектакля. Очень сложно. Потому что это не в моей манере, не в моем характере. Пришлось себя переделывать, естественно. Так надо. Характер такой строгий. Мне даже режиссер говорил, еще круче, еще строже. Моя героиня по пьесе, она не очень общительный человек. Судя по пьесе, наверное, она одинока. И ей трудно стало общаться, и она поняла, что надо это, ей не хватает этого. Для этого, наверное, она и пришла в этот ансамбль. Спектакль по пьесе современного драматурга Николая Калиды впервые ставится в Рязанском театре драмы, написанная 10 лет назад, поставленная во многих театрах страны. Она уже завоевала сердца театралов. Оценить рязанскую постановку успели первые зрители. Премьера состоялась в минувшие выходные. Кстати, свой 30-летний юбилей службы в театре драмы отмечает в этом году его директор Семен Гречко. Интервью с Семеном Борисовичем смотрите в нашей программе «Городские встречи». Редактор субтитров А.Семкин